Текущий год обещает подъем сельского хозяйства. На заседании коллегии Департамента сельского хозяйства и продовольствия губернаторы и депутаты аграрии областного ЗАГС Собрания обсудили итоги работы сельскохозяйственного комплекса региона и перспективы развития. Подробности у Кирилла Сосолятина. Открывая заседание коллегии, глава Департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков отметил, что прошлый год стал для сельского хозяйства непростым. Огромный ущерб урожаю едва не нанесла засуха, ситуацию спасли дожди. Тем не менее, о результатах работы хозяйств в области в 2014 году сегодня можно говорить с гордостью. По данным представленным Росстатом, по валовому производству молока Кировская область занимает за прошлый год 10 место. У нас когда-то было 13, 12, 11, вот мы сейчас на 10 месте. Это работа, опять же, наших сельхозпредприятий во главе с руководителями, все направление государственной поддержки, которое мы имеем из областного федерального бюджета и вот та технологичность, которая есть. Никита Белых в своем выступлении отметил, что достижения агрокомплекса региона в прошлом году свидетельствуют о том, что в отрасли имеется определенный задел для дальнейшего повышения производительности труда и роста производства сельскохозяйственной продукции и высказал уверенность, что в текущем году положительная динамика сохранится. Во всяком случае, первые полтора месяца, то есть они свидетельствуют о том, что мы сохраняем положительную динамику и есть основания полагать, что еще не черпан тот резерв и ресурсы, которые у нас существуют. Уже со следующей недели начнется второй этап коллегии, в рамках которого пройдут совещания с руководителями сельскохозяйственных предприятий, на которых более подробно будет рассмотрена стратегия работы хозяйств области в текущем году. Кирилл Сосолятин, Максим Козлов, Вести, Кировская область.